МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восхищенные взгляды. Это полезная консультация в студии Марианы Дьяковой. Мы начинаем. Сегодня о том, на какие процедуры можно записаться к косметологу перед Новым годом. Мы поговорим с хирургом, косметологом, дерматологом Денисом Груздевым. Денис, доброе утро. Доброе утро. Напомню, телефон прямого эфира 635-85-72. Обязательно звоните или пишите на адрес электронной почты польза.собакотоп.тв. Остается совсем немного времени, две недели. Что еще можно успеть сделать у косметолога за это время? Наверное, надо разделить всех желающих что-то сделать на две большие группы. Те, кто хочет успеть к Новому году. Те, кто успеет записаться, и те, кто не успеет записаться. Нет, все успеют. Кто-то в этом году, а кто-то в следующем. Поэтому всем места хватит в зависимости от того, в каком году они хотят это сделать. Нет, на самом деле две группы. Это те, кто хочет к Новому году. То есть те пациенты, которые хотят что-то сделать такое легкое, чтобы без реабилитации красиво войти в Новый год. Это корпоратив, как правило, это за неделю, за 10 дней до Нового года или сразу после Нового года. Это одна группа пациентов. А вторая группа пациентов, это те, которые хотят воспользоваться новогодними каникулами и которые хотят за вот это время непосещения работы сделать что-то большое, инвазивное, то, чего они не могли сделать в течение всего года. Но, Денис, подождите, подождите. Мы еще Новый год не пережили. У нас вот сейчас две недели есть до корпоратива, до Нового года, до главного события этого года, Новогодней ночи. Все правильно. Вот что-то сейчас можно успеть сделать? Конечно, но, тем не менее, есть люди, которые говорят, я уже 25-го на работу выходить не буду, а с какими-то там гематомами или синяками я могу совершенно спокойно посидеть в кругу семьи и дома. Поэтому и таких пациентов на самом деле много, поверьте мне. Хорошо. И вот эти новогодние каникулы, новогодние дни с 25-го по 9-е число, они, как правило, расписаны за дом. Да мы на эти вопросы тоже обязательно ответим. Но давайте начнем для тех, кто все-таки сейчас хочет подготовиться сначала. Что можно делать, что вы рекомендуете, что действительно не оставит следов? Есть огромное количество экспресс-методов, там 3D-омоложения, которые включают в себя комплекс и легкого пилинга, и биоревитализации, и улажнений, и маски. Есть очень хорошие процедуры биоревитализации, которые делаются без гематом, специальным способом. А как там? Там же надо уколы делать. Есть точки, где сосудов, вероятность попадания в сосуды минимальная. Препарат распространяется по субдермальному пространству самостоятельно, и это делается там в 5-6-7 точек по всему лицу, поэтому синяков вероятность... То есть не очень много этих точек проникновения. Поэтому и глубина достаточная для того, чтобы гематом не получить. А эффект ревитализации и такого сияющего вида достаточно хороший. Пилинги, экспресс-методы, мезотерапии, которые... И инъекций очень много, но эти инъекции делаются субдермально. И синяков вообще не бывает, с вероятностью там 100%, но 99,9% в периоде. Потому что синяк мы можем получить просто там, задев или кто-то там... Дверной косяк. Да, и всё, получим гематому, будет не менее красиво, нежели после каких-то вмешательств. Поэтому способов и методов очень много. Я уже не говорю об огромном количестве аппаратных методик, которые тоже дают хороший эффект. Но опять же таки, если отвечать на ваш вопрос, то, конечно, я всегда... У нас же, я всегда говорю, полезная консультация, поэтому мы должны подчеркнуть не только то, что сейчас, а вообще на будущее. Есть огромное количество различных методик, в том числе и мною любимые нитевые методы, которые позволяют подготовить кожу для того, чтобы потом при воздействии аппаратных методик можно получить былой хороший такой экспресс-эффектомоложения буквально за какие-то там считанные дни без какой-то длительной реабилитации. Но для этого надо было заранее, там, в течение года или, в принципе, когда-нибудь. Это то же самое, как занятие спортом. Там, занимаешься спортом, потом надо тебе за автобусом пробежаться. Раз, пробежался. То есть не будет подготовленным, не получится этого. То же самое здесь. Если кожа готова к такому воздействию, то есть аппаратные методы. РФ, прогрев без проникновения поверхностный тоже дает хороший эффект лифтинга. Но вот для тех, кто в течение года не особо что-то делал у косметолога, а вот сейчас вот именно для этого праздника хочет как-то омолодиться и стать прекрасным. Вот для них нет ли какого-то риска, если они не делали до этого этих процедур. Вот сейчас они придут даже на те же самые аппаратные методики. Ну а вдруг воздействие какое-то будет, ожоговое, еще какое-то. Вот не может быть такой реакции, когда человек вот как раз с этой самой неподготовленной кожей пришел. Может. И что же с этим делать? И делать только одно. Надо идти к специалисту, не просто к медсестре, которая выполняет манипуляции. В чем отличие среднего и высшего медицинского персонала в том, что врач назначает процедуры в зависимости от своего клинического опыта. И он понимает, что этому пациенту можно сделать высокие параметры, этому средние, а этому только низкие. А этому вообще сегодня делать ничего не надо, его надо подготовить. Поэтому этот пациент должен прийти к квалифицированному специалисту, который посмотрит и скажет, что нужно делать именно конкретно ему. Что самое безопасное, мы можем посоветовать той категории наших зрителей, которые до этого к косметологу часто не ходили. Может быть, тогда просто масочку какую-нибудь? Ну, маску, я думаю, что они могут сделать и дома. Маску различные сейчас огромные количества. Ну так приятно, когда вот какие-то пасы руками, массаж, щечки помяли. Ну, это же прелесть какая-то, да? Я согласен. Массаж, маски, очень легкие поверхностные пилинги – это все то, что не оставит вообще никаких следов. И это то, что даст огромный прилив крови. А кровь у нас – это и кислород, это и микроэлементы, и витамины. Конечно, даже механическое воздействие уже будет очень полезным, уже будет хорошо. Легкие пилинги, легкое увлажнение. Есть различные способы проникновения, в том числе и лазерная биоревитализация. Это процедура, которая, в принципе, не повреждает кожного покрова. А чем она-то обычно отличается? Обычная биоревитализация делается методом проколов. Да, это либо субдермальный, либо дермальный слой кожи. А лазерная биоревитализация путем лазерного воздействия. То есть наносится специальная гиалуронная кислота низкомолекулярная, и путем лазерного воздействия идет проникновение через кожу. А нас учили, вы же, что молекулы гиалуронной кислоты слишком большие, и таким образом они не попадаются внутри кожи. Вот, поэтому я сказал, что там низкомолекулярная гиалуронная кислота. А, то есть она другая. Да, она другая. И поэтому именно за счет лазерного воздействия идет, конечно, это проникновение слабее, значительно слабее, чем все другое. Но здесь у нас на кону именно реабилитация и риски. Если мы понимаем, что у нас риски высокие, у нас высокая возможность реабилитации длительной, конечно, мы идем на более низкий эффект, нежели при обычной биоревитализации. Это один момент. Второй момент. Есть процедура, наверное, разработана, то, что я уже говорил, это 3D-моложение, где мы сначала СО2-лазером делаем микроперфорацию именно дермального слоя. Так. А потом уже после этого делаем лазерную биоревитализацию. То есть вы сказали перфорацию? Да. То есть фактически... Дырочки. Дырочки. Или вы поры раскрываете как-то? Нет. Прям дырочки? Да. Делаются маленькие-маленькие дырочки. Это буквально несколько микрон. Это вот именно прямо вот этот вот эпидермис, который, знаете, бывает там задел что-нибудь, да, и даже крови нету, потому что это вот именно верхний слой. Вот верхний слой делается перфорация, выставляется специальный параметр, это микроскопический, это абсолютно безболезненно, даже приятная процедура. Именно верхнего слоя доходится до дермы, там, где уже гиалуроновая красота проникает хорошо. И после этого делается лазерная биоревитализация. После этой процедуры реабилитация в виде, ну, просто красного лица, как будто помылись, как будто вышли только что из... Сауны. Из сауны, да, или помылись горячей водой. То есть просто такое румяное лицо в течение первого дня. И дальше никакой реабилитации нет вообще. Очень высока результативность этой процедуры, и при этом вероятность какой-то реабилитации, она сведена к минимуму. Но если все-таки оказалось так, что вот решился человек на обычную биоревитализацию, и все-таки попали ему там сосудики, все-таки есть какие-то синячки, или, может быть, какая-то отечность после лазерных процедур, что делать в таком случае? Снова бежать к косметологу, успевать до Нового года? Или самому можно принять какие-то меры, чтобы снизить последствия? Ну, конечно, можно снизить последствия самостоятельно. Различные компрессы, препараты, антигистаминные препараты, мочегонные препараты, лимфомиазот. Это все, что можно наносить самостоятельно, совершенно страшного здесь ничего нет. Но не надо забывать, что есть, конечно, как косметология, так и реабилитация в косметологии, и после различных операций, больших, объемных, травмирующих, есть курс реабилитации, и там огромное количество аппаратных различных методов и карбокситерапии, и озонотерапии, и лимфодренажная мизотерапия, очень хорошие. Микротоки – это то, что и специальные капельницы, надо не забывать, что у некоторых пациентов на некоторые препараты есть реакция, ну, по типу аллергической. Или такая идет общая, глобальная, большой глобальный отек, который нужно тоже снимать специальными капельницами. Поэтому не надо игнорировать приход к косметологу, именно реабилитологу, который все это компенсирует, и очень, вполне возможно, буквально за 1-2 дня все это вернет в исходное состояние. Но вот эффект от этих экспресс-процедур, он тоже такой же экспресс? То есть вот сегодня, завтра, там, неделю ты выглядишь превосходно, а дальше все сходит на нет? Или все-таки тут достаточно пролонгированная история? Ну, конечно, чудес не бывает. Не бывает такого, что человек сделал что-то такое быстрое, легкое, недорогое, и у него потом на весь год хватило до следующего нового, и без реабилитации, как в этом анекдоте. Делаем ремонт быстро, дешево и качественно, выполняем любые два пункта. Поэтому два пункта выполнить можно, три невозможно никогда. Если у нас что-то легкое, быстрое, без реабилитации, тем более еще и, как вы хотели, приятное на ощупь, то, конечно, результат от этой процедуры будет недлительным. Это может быть неделя, 10 дней, две недели, может быть месяц, в зависимости от того, что было у нас до этого сделано. Если до этого... Ну, вообще, в принципе, чтобы понимать наш организм, я вот всегда ее сравниваю, знаете, там, с лошадью, вот, или там, ну, с каким-нибудь таким вот полезным животным. Для того, чтобы лошадь нас везла, нужно ее накормить, напоить, дать ей отдохнуть, а потом уже можно ее запрягать и уже... Потом можно ей мезотерапию сделать. Плёточкой ее стягать, да, и она после поедет. Если просто стягать постоянно, то лошадь не поедет, она пробежит 20-30 метров и умрет. То же самое и здесь. Или ее просто накормить, напоить, она тоже никуда не поедет, то есть нужно дать ей какой-то стимул. Поэтому есть процедуры напитывающие, это мезотерапия, биоревитализация, плазмолифтинг, все, что дает дополнительные ресурсы. И есть стимулирующие, это пилинги, это СО2, это РФ и так далее. Поэтому нужно чередовать одно с другим, как это кнут и пряник, и будет вообще все замечательно. Я уверена, что будет все замечательно и у нас, и у наших телезрителей, которые дозваниваются по телефону 635-85-72. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. У меня такой вопрос, значит, сразу хочу предупредить, что я была в очень хорошей клинике, опытного специалиста. А вопрос у меня такой. Неделю назад мне ввели филеры в носогубные зоны и в скуловые зоны. И вот прошла неделя, а у меня до сих пор там, я чувствую какие-то неровности и комки плотные. Это нормально, это должно как-то потом выровняться. Спасибо большое. Да, на самом деле беспокоиться не надо абсолютно. Очень часто к нам, мы занимаемся огромным, со всей страны к нам приезжают пациенты с различными осложнениями. И сразу могу предупредить, что чаще всего делать ничего в ближайшее время не надо. Надо подождать. Есть две причины того, что у вас такие есть ощущения. Первой причиной могут быть незначительные маленькие гематомы, которые разойдутся в течение, как правило, 28 дней. То есть переживать в течение, как правило, двух недель не надо вообще. Это первый момент. Второй момент, что препарат может быть плотным, и врач, как правило, предупреждает пациента о том, что он вводит плотный препарат, и на этот плотный препарат нужна реабилитация, время, для того, чтобы он распространился и занял необходимую позицию. Очень часто мы вводим такой препарат в уголочки рта. Когда приходит пациент, у него опущенный угол рта, мы вводим его туда специально, препарат более плотный, чтобы какое-то время, и пациент даже ощущает, я вот в углу рта ощущаю такое вот уплотнение. Это хорошо, потому что мышца заламывается вниз, морщинка, упирается на этот комочек, как пациентка сказала, и разворачивается в течение какого-то времени, распределяется, распространяется, и все уходит. Поэтому около двух недель точно можно подождать, потом нужно обязательно, ну, естественно, надо предупредить об этом косметолога. Если косметолог говорит, что нужно подождать, значит, нужно подождать, и потом при необходимости можно применить различные методы в виде массажа, распространить этот препарат. Иногда, в некоторых случаях, я не сторонник, когда вводят филеры и потом разминают его. Ну, то есть самой телезрительнице точно не надо себя разминать? Нет, самостоятельно ничего делать не нужно вообще. Это прямо однозначно. И еще тоже, чтобы вы не переживали, на сегодняшний день, чем хороши филеры на основе гиалуроновой красоты, тем, что в этих филерах присутствует вот эта самая гиалуроновая красота, как правило, основное ее содержание именно гиалуроновая красота. И у нас есть фермент, в любой клинике косметологии есть фермент, это называется гиалуронидаза, который мы вводим, и в течение двух-трех дней, а как правило, даже к вечеру весь препарат выводится. Поэтому переживать не надо. В крайнем случае, да, можно это сделать. Так что спите спокойно. Это полезная консультация. Мы сегодня говорим о том, как успеть стать красивой у косметолога до Нового года, ну а может быть немножко и после Нового года мы сейчас все это выясним. Вы можете дозвониться в прямой эфир 635-85-72, что уже и сделан наш телезритель. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вероника, у меня следующий вопрос. Месяц назад я проколола ботокс в одной клинике частной. Я хотела убрать носогубные складки и складки на лбу. Мне врач порекомендовала, помимо всего этого, еще проколоть подбородок, так как, как она выразилась, он у меня очень большой. Хотя я как бы на него не жалуюсь. В общем, после того, как проколола, через две недели у меня подбородок начал как бы спадать. Начались не судороги, а неметь. В общем, я не могла шевелить вот именно нижней частью лица. Потом через какое-то время оно проходило, я массировала. И так было несколько раз, пока не пришла к ней на прием. На что мне врач сказала, что она не знает, почему это происходит, и порекомендовала просто попить витаминки. И после этого я просто заболючу ходить на такие процедуры. Понятно. Спасибо большое. Вот в такой ситуации что делать? Есть ли какой-то антидот против ботлотоксина? Можно ли как-то вывести? Смотрите, значит, уважаемая наша телезрительница, если что-то еще, какие-то остаточные явления остались, приходите к нам, абсолютно бесплатно, я вас посмотрю. Можно сделать это либо в среду, либо в четверг, либо в пятницу я буду на работе. И я посмотрю, скажу, что можно сделать. Значит, всем остальным, и вам в том числе, бояться ботлотоксина не надо. Есть три основные зоны, верхняя, средняя, нижняя треть. И все, что касается, допустим, межбровья, круговой мышцы глаза, бояться не надо вообще. Туда можно делать. Там так называемое широкое терапевтическое окно. То есть мы можем уколоть 10, 20, либо 30 единиц. 10 будет хорошо, а 20 и 30 хуже не будет, просто выброшены деньги. Все, что касается рта, переоральной области. Здесь лучше не надо, да, мне кажется? Тут каждая единица, каждая единица. Одна, две, пять. Пять может быть хорошо, а семь уже будет много. И почему это так? Потому что огромное количество мышц в одном месте концентрируется. Препарат распространяется не всегда равномерно. И где-то он может подействовать больше, где-то он может подействовать меньше. Поэтому это очень опасная зона. И даже специалисты, тренеры компании, которые преподают уже много лет, и то очень аккуратно эти препараты делают, постепенно увеличивают дозировку. Поэтому вот это касается абсолютно всех. А вот эта методика обколоть подбородок, вы вообще слышали о таком? Конечно, это бывает, мы это даже делаем, но крайне-крайне-крайне редко. И вот все пациенты, которые ко мне приходят, я всегда говорю, если артист разговорного жанра, если он телеведущий или переводчик... Не делайте этого, да? Не делайте этого, либо... Ну, лучше не делать вообще, тем более, если это оперные певцы, потому что есть маленькая вероятность того, что изменится дикция. Я почему-то так прислушивался к тому, как наша пациентка говорит, потому что, как правило, и говорить тяжело. Мимика, если кому-то интересно, посмотрите замечательный фильм, называется «Притворись моей женой». Там как раз про это все великолепно описано, рассказано. Поэтому бояться не надо. По поводу антидотов, на самом деле, ну, не витаминки как таковые, витамины группы В, они уменьшают действие ботулотоксина. И почему я говорю, что надо подойти, потому что я не буду сейчас говорить, какие именно процедуры есть, чтобы те, кто не имеет высшего образования, пытался делать это самостоятельно. Да, их не делал. Есть специальные процедуры, которые восстанавливают как раз мимику после введения ботулотоксина. Поэтому не бойтесь, приходите, мы вам поможем. Но, тем не менее, вот мы вокруг да около касаемся темы не совсем качественно оказанных услуг. И многие вот сейчас пытаются записаться, успеть в хорошие клиники с профессионалами, например, не подходит им время или им времени не находится, и вот идут к каким-то частным, да, так называемым косметологам. Вот чем это чревато? Вот мы уже услышали два звонка, и в одном и в другом случае вот что-то пошло не так. Хотя вроде бы говорили в клинике обращаться. Чревато это тем, что хуже, худший вариант этот... Есть два основных момента. Значит, первый момент. Когда врач работает в крупной клинике, как правило, клиника посылает такого врача за свой счет, за счет объема препаратов, за счет клиники, посылает его на различные конференции обучения. Поэтому врач всегда находится на пике событий. Он знает не только новые препараты, но и то, как поступать, если эти новые препараты или новые методы, а постоянно что-то новое. Конечно. Какая должна быть реабилитация, как лечить этого пациента. И есть коллегиальное сообщество, потому что когда ты один, это одно, а когда вас двое-трое, то это уже консилиум, это уже совершенно другое. И мысли всегда приходят умные, когда есть коллега, который может подсказать и непосредственно завязанно на этом конкретном случае, даст всегда хороший совет. Поэтому это один момент. Второй момент, что врач, который или вообще не врач, специалист или вообще даже не специалист, работающий дома, работает, и потом ему нельзя куда обратиться. Как сам Новый год влияет на состояние нашей кожи? Мы очень много едим, мы даже пьем. Ну, я напоминаю, что это очень сильно бьет по нашему организму, и вообще, в принципе, не рекомендуется это делать никому. Но, тем не менее... Бывают такие люди. Бывают такие люди, да. Не будем вообще показывать пальцами на них. Тем не менее, как минимизировать эти последствия? Вот прошел Новый год, как дальше восстанавливать себя, свою кожу, выглядеть свежим, неотекшим, красивым, молодым и здоровым. Читайте мои новые книги никак. Нет, конечно, это прогулки, естественно, режим. Потому что если мы едим, пьем, не спим, то, конечно, нужно после этого какое-то время все делать наоборот. Меньше есть, меньше пить, больше гулять. Холод, голод. Скажем, вообще не пить, ну, кроме воды. Да, воду как раз надо пить. Это нормальная ситуация. Чем больше пьем, тем меньше ее задерживается. Организм задерживает у себя. Поэтому, ну, опять же таки, если тебе совсем категорически не хочется пить, не надо себя заставлять, чтобы было прям до отвращения. Потому что все организмы разные. Кому-то нужно много воды, кому-то нужно мало воды. Но, тем не менее, некоторые думают, что чем меньше они будут пить, тем меньше у них будет отеков. Нет, это абсолютно не так. Хочется пить, надо пить. И пейте больше, это будет хорошо. Если отеки при этом останавливаются, то, конечно, особенно на лице, конечно, нужно, я всегда говорю, это несмотря на то, что я по первому своему образованию хирург, но я всегда говорю, что нужно делать хорошую лимфодренажную мезотерапию. Вот это то, что номер один. Это можно сделать после Нового года? Это можно сделать до, во время... С какого числа начинаем? С любого. С любого. А прямо абсолютно с любого числа. Прямо вот можно там третьего, пятого. Вот прямо сейчас можно прикинуть, что там число на третье, можно записаться на процедуру. Да, уже можно совершенно спокойно делать. Это процедура, которая без гематом, она достаточно терпимая, не болезненная, а некоторым даже приятная. И она улучшает лимфатическую систему выведения жидкости, в первую очередь, прежде всего, с лица. Поэтому вот положительные эмоции, режим, и если говорить про клинику, то в первую очередь это именно лимфодренажная мезотерапия. Сейчас, Денис, вам провокационный вопрос задам. Подумайте несколько раз перед тем, как отвечать. Что вы мне порекомендуете сделать? Вы и так прекрасны. Это прекрасный ответ. Хорошо. Ну, мы потом после эфира поговорим с вами, хорошо? Тем не менее, наступает Новый год. Можем ли мы ждать каких-то новых трендов? Ну, не знаю, там, уменьшение губ мода, или, я не знаю, наоборот, там, не знаю, скулы меньше, или что-то такое. Или, в принципе, те тенденции, которые тянутся, они будут продолжаться. Слава богу, на сегодняшний день всевозможные глупые тенденции по лисьим глазкам, каким-то непонятным губкам, они сейчас уходят. Губки-бантики, да, и все остальное. Оно сейчас уходит, и все больше и больше пациентов, которые приходят именно за естественностью. За естественностью и натуральной красотой. Да, они приходят, они иногда спрашивают, там, иногда, вот, а что вы делаете, а как вы делаете, ну, там, и врачей, и меня в том числе. Поэтому всегда это наш, не только наш, это вообще всех продвинутых хирург-косметологов. Главный принцип. Да, спасибо большое, Денис, за наш сегодняшний разговор. Напомню, что Денис сегодня Груздев был с нами, и мы очень много обсудили, а эфир телеканала «Санкт-Петербург» будет продолжаться, и впереди вас ждет очень много интересного. Не переключайтесь. Продолжение следует.